Господь Кто сегодня открывает при лицом Твое сердце Кто сегодня Господь вызывает Тебе и просит Тебя о помощи, о милости, о благодати Дусь, а то приди, Господь, прямо сейчас Прикосись к нужде каждого человека во имя Иисуса Христа Я молюсь, Господь, за братья и сестер, кто сегодня, Господь, борется, Господь, с болезнями, с немощами, с недугами Кто проходит через долину скорби, кто проходит через вызовы Боже, приди, Господь Особенно мы молимся за наших братьев и сестер, кто борется с коронавирусом, Господь Пусть Твоя благодать, Господь, придет, и пусть мне моя уйдет во имя Иисуса Христа Боже, Ты знаешь, Господь, тех, кто уповает на Тебя, Господь, и нуждается в Твоем чуде Боже, пусть прямо сейчас, Господь, придет Твое чудо и Твое исцеление во имя Иисуса Христа Боже, мы благословляемся в Твое имя Твое, Господь, и благорим Тебя, Господь, за каждого, кто сегодня уповает на Тебя, Господь чтобы двигаться господь чтобы жертвовать господь чтобы утверждать твое царство господь чтобы поддерживать дело служения господь боже я благословляю господь молитвы господь каждого господоятеля господь боже пусть твое благословение пусть твой избыток господь пусть твоя мудрость господь пусть господь твое господь изобилие господь и идеи господь новые придут господь жизнь каждого кто господь искренне господь поддержу дело служения господь боже благослови господь каждого даятеля Твоим благословением. Мы благословляем, Господь, каждое даяние, Господь, сегодня во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, за всех даятелей, Господь, кто жертвует, Господь, через онлайн. Боже, да умножится, Господь, их возможность, Господь. И пусть расширятся их пределы, Господь. Я молюсь за тех, кто, Господь, сегодня нуждается в чуде, Господь, в работе, Господь. Боже, пусть чудо это произойдет во имя Иисуса Христа. И пусть люди получат лучшую, благословенную но и от Тебя работу во имя Иисуса Христа. Боже, мы также на руках молитвы приносим детей, Господь, которые сегодня, Господь, готовятся к учебному году. Господи, мы благословляем дошкольное, школьное, Господь, также, Господь, среднее и высшее образовательное, Господь, учреждение во имя Иисуса Христа. Мы благословляем, Господь, каждого верующего, брат и структу, Господь, занят в сфере образования, Господь. Боже, мудрость и советы, охрана, защита на них во имя Иисуса Христа. Мы благословляем детей, Господь, мы благословляем учителей, преподавателей, Господь, которые будут, Господь, служить нашим детям. Боже, храни, Господь, наших детей, Господь, где бы они ни были, что бы они ни делали, Господи, пусть ангелы Твои святые заботятся о каждом из них. Боже, мы благословляем этот учебный год, Господь. И пусть благодать Твоя и сила Твоя будет явлена, Господь, Боже. Храни нас и детей наших. мы молимся господь за тех кто господь родился в августе господи пусть господь особая благодать будет на наших братьях и сестры господь родившийся в августе господь чтобы крепость сила здоровье долгие дни жизни господь сопровождали господь чтобы господь подкрепление тебя приходило господь помощь от тебя приходила господь благословение тебя приходило во имя иисуса христа мы благословляем господь каждого господь рожденного в августе можно исполнить желание сердца господь и даем господь твое крепость здоровые долгие дни тебе слава веки веков уже также внулись господь за слово чтобы на сегодня было простым понятным доступным для каждого человека божия благослови каждого участника служения и дух святой ты есть господин на этом месте руководить им служением тебе слава веки веков и весь род божий скажет аминь присаживайтесь пожалуйста в присутствии божьем можете сказать соседу если б неисус где б ты был сейчас хорошо быть в доме господнем и хорошо быть через онлайн на служение еще недавно мы относились к этому не очень скажем так с одобрением а сейчас мы смотрим что есть какая-то жизненная необходимость и есть наши братья и сестры кто различным причинам не могут быть с нами в доме господнем они могут быть с нами через онлайн поэтому добро пожаловать каждого я хочу сказать что с сентября месяца мы переходим на все наши служения потом братья и сестры и среди недели и по районам и по субботам и по всем служениям и воскресная школа начинается сентября поэтому думаем как это все делать но все будет происходить ограничения снимаются для учебных заведений мы точно также для наших деток будем проводить в средством школу поэтому спасибо всем кто находит время уже быть в доме господнем кто с нами через онлайн но уже имеет такую возможность приходите всем хватит места всем для этого мы используем и в 9 часов сейчас служение и в субботу вечером и в 11 и в 14 и 18 поэтому достаточно будет чтобы всех вместить есть достаточно аудитории для того чтобы все были в доме господнем поэтому приглашаю всех братья и сестры сегодня я хотел бы поговорить о очень такой интересный мой взгляд теме нашего отношения к истине писание говорит что слава божье это как отвес представляете отвес по которому строитель строит здание если строители не будут использовать отвес в строительстве тонн будет строить на глаз рано или поздно они где-то что-то сделать не так проблема нашего общества современного в том что мы думаем что мы очень объективны в своих суждениях каждый из нас вот когда мы знаете думаем о чем-то или ком-то или имеем определенную точку зрения на что-то мы думаем что мы очень объективно самом деле мы очень субъективны мы очень субъективны своих суждений мы имеем истину что есть божье слово и имеем свою правду или свое понимание и вот часто особенно в последнее время будет происходить подмена истины почему потому что она становится неудобной она становится для людей дискомфортно они не чувствуют себя комфортно в истине потому что истина она не лицеприятна а мы с вами лицеприят если наш друг делает что-то не так то мы его как мы прикрываем это как знаете когда говорят жена звонит десяти друзьям своего мужа и говорит слушай он сказал что он вчера был с тобой на рыбалке то говорят семь из них скажут что был а трое из них скажут что он до сих пор с ними на рыбалке почему потому что мы называем это дружбой и неважно где истина женщины они такие они всем скажут что не было а три скажут что мы тебе говорили раньше что она у тебя такая что поэтому там чуть-чуть все по-другому но вопрос нашего отношения к истине давайте мы откроем с вами тимофея второе послание тимофея 4 главу апостол павел и так заклинаю тебя пред богом и господом нашим иисусом христом который будет судить живых и мертвых в явлении его и царство его проповедусь слова настой вовремя и не вовремя обличай запрещай увещевайся всякой доларь терпения и назидания ибо будет время когда здравого учения принимать не будут но по своим прихотям будут избирать себе учителей которые льсти либо слух от истины отвратят слух обратятся к басням но ты будь бдителен во всем приноси скорби совершай дело благовестника исполнять служение твое боя уже становлюсь жертвой время моего отшествия настало подвигом добрым я подвязался течение совершил веру сохранил а теперь готовится мне венец правды который дает мне господь праведный судья день тот не только мне но и всем возлюбившим явление его знаете в пятницу мне пришлось второй раз идти в суд где привлекали меня к административной ответственности за миссионерскую деятельность подразумевался штраф там от 5 до 50 тысяч меня успокаивали хорошо скажи спасибо что тебя не церковь потому что церковь от 50 до миллиона и вот судья рассматривает наше дело я ее слушаю и говорю знаете вот урок воскресной школы который вы пытаетесь судить и повесить на меня что я там смысл такой что чуть ли не суицидальные какие-то мы наклонности там использовали для воскресной школы я говорю вы знаете вот еще ни одному не навредила церковь еще ни одному не навредила церковь которая несет истину она еще ни одному человеку не навредила другой вопрос если людям не нужна эта истина и не пренебрегает эта истина конечно она их раздражает я суде я его знаете когда читаешь русские народные сказки там и в масле сварят и что там только не сделает и мы это детям даем как нормально же это же сказки а когда мы на пасху о господи говорим то это очень опасно это влияет на психику ребенка если мы сегодня включили наши мультфильмы наших детей посмотрели что там говорят и что они делают про я не знаю там кого угодно да то мы бы просто бежали бы боялись бы смотреть сами и никто не обращает на это внимание а когда церковь начинает нести истину это истина кого-то раздражает она становится очень неудобной поэтому надо привлечь к ответственности для чего чтобы закрут тебе рот потому что так как ты нарушитель закона для начала мы дадим тебе штраф потом мы тебе еще что-то дадим потом мы тебя посадим потом еще что-то описание говорит о вы напоминающие о господи не умолкайте не страшно когда нас судят знаете за то что мы не делали страшно если будут судить за то что мы что-то делали не так вот это страшно апостол павел обращаясь к тимофею и говорит тимофей истина будет в пренебрежении и люди будут отступать от нее из опыта я понял знаете когда приходит на консультацию семья если муж приходит без жены то ты выслушиваешь его сторону и ты понимаешь что вот он прав когда приходит жена одна и она рассказывает свою точку зрения ты понимаешь что она права когда ты садишь их вместе и когда ты вникаешь в их ситуацию ты объясняешь им где они правы где неправы ты берешь истину которая не нравится порой потому что наша правда порой звучит громче чем истина но наша правда она субъективна она греет нас она любит нас она исходит от нас а истина она нелицеприятна и она порой очень знаете некомфортная для нас потому апостол павел говорит обличай наставляй запрещай с долготерпением со смирением но помни что приходит время когда истина будет заменяться баснями я тут как-то пару недель назад прислали мне некую новую доктрину что человек может умереть и по дороге в ад может встретить Иисуса и покаяться проси вечность Богом на небесах я говорю что за ересь такая в библии такого не нахожу звоню пастору этой церкви откуда-то ересь вышла я говорю слушай ты мне объясни если это ваша точка зрения я так хоть буду знать библия говорит еретика после первого и второго учебания удаляйся ну и не имей общения с ним он мне начал рассказывать ты знаешь это сейчас так нарежут это там наш служитель он такой хороший там как сейчас в интернете что только не придумают нарежут на обвяжут обманут и все я говорю слушай я тебе вышлю ты мне дай свою оценку я вот не знаю резали это лепили это склеили это ну я же искренне я у тебя спрашиваю а то он две недели молчит знаете почему сказать нечего потому что мы на гребне популярности несем что угодно и нам все равно где истина нам главное высосать из пальца сенсацию в басни броситься увлечься этими баснями людям нравится эта басня представляете когда ты послушаешь такое новое учение что проповедовать не надо потому что достаточно чтобы твой родственник просто правильной дорогой после смерти пошел чтобы иисуса там встретил я не знал что иисус до сих пор где-то там в преисподних местах земли я знаю что он одесную бога пребывает в славе божьей пребывает на небесах пребывает и как гречник туда придет я вообще уму не приложу но вот люди придумают что-то оправдывают это для чего чтобы чтобы люди которые они придерживаются истину питали себя неким утешением ничего что плохое ничего что безбожник ничего что жил неправильно ну а кто знает может быть по дороге в ад он там встретил иисуса звучит красиво но никакого отношения к истине не имеет близко не имеет и вот таких будет все больше и больше проповедников появляться вокруг нас они будут сить нашим ушам нам это будет нравиться потом когда мы будем уклоняться от истины нас будут утешать нас будут успокаивать нам это будет нравиться мы будем этого держаться но когда мы предстанем пред богом мы сможем оправдаться который не цеприятен который сердцевидец он скажет тебе знаешь судить не я тебя буду а мое слово истина моя будет судить тебя потому что я святой я праведный я истинный я не бог басни и не сказочник я бог который утверждаю свою истину небо и земля пройдет а мое слово пребудет во век почему я говорю сегодня об этом потому что апостол Павел знал о чем он говорил давайте мы откроем с вами деяние двадцать первую главу здесь описывается очень интересная история с двадцать первого главы четвертого стиха и нашедшие учеников пробыли там семь дней они по внушению духа говорили Павлу чтобы он не ходил в Иерусалим приведшие же эти дни мы вышли и пошли и нас провожали все женами, детьми даже за город и на берегу преклонившие колено помолились и простившись друг с другом мы вошли в корабль и они возвратились домой мы же совершившие пламанье прибыли из тиров в Талемаиду где приветствовавшие братьев прибыли у них один день на другой день Павел и мы, бывшие с ним вышедшие, пришли в Кесарию и вошедшие в дом Филиппа, благовестника одного из семи деканов остались у него у него было четыре дочери девицы пророчествующие между тем, как мы пребывали у них многие дни пришел из Иудеи некто пророк имени Магав и вошедший к нам взял пояс Павлов связав себе руки, ноги сказал так говорит Дух Святой мужичи этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи придадут в руки язычников и когда мы услышали это то мы и тому же не просили чтобы он не ходил в Иерусалим но Павел в ответ сказал что вы делаете что плачете и сокрушаете сердце моё я не только хочу быть узником но и готов умереть в Иерусалиме во имя Господа Иисуса тогда же мы когда же мы не могли уговорить его то успокоились сказавши да будет воля Господня интересно апостол Павел в конце жизни говорит я веру сохранил течение совершил и готовится мне венец нетленный то есть он говорит я сохранил себя в истине и он оставляет Тимофея молодого служителя как он должен служить если мы будем читать историю Павла мы будем весьма удивлены представьте такую картину когда мы едем по дороге мы может быть где-то что-то нарушаем и полицейские останавливают нас и говорят послушай у тебя или лишение права или там большой штраф там вот надо что-то делать давай будем решать и вот ты сидишь и ты борешься в душе своей или лишать тебя правы ты там год не будешь ездить а тебе надо ездить или тебе надо просто ну как-то принять какое-то решение как поступить и вот ты начинаешь этому человеку объяснять что ты человек Божий что ты много добрых дел делаешь ты проповедуешь Евангелие ты ты служишь в детских домах ты идешь к старушкам ты помогаешь во время пандемии волонтерам ты вот тебе нужен это транспорт и все и вот он стоит и молчит вот твое свидетельство и твоя проповедь будут звучать до тех пор и восприниматься полицейским пока ты не предложишь ему взятку и скажешь ему слушай ну давай разъедемся апостол Павел не поступил со своими принципами представляете когда феликс уже два года он знает что его ждет он приходит в Иерусалим его арестовывают его держат его два года держат в заключении за то чего он не делал его ложно обвиняют строят заговор люди клянутся что убьют его и вот феликс приходит к нему и написано выслушивал его уходил был обличаем совестью духом святым но надеялся что апостол Павел даст ему взятку и он отпустит его вот представьте человек ходит к тебе и очень часто встречается с тобой в надежде что ты заплатишь ему потому что он знает твое дело оно сфабриковано оно искусственное дело но он наверное коррупционер того времени но надеется что Павел ему заплатят скажите если бы Павлу было нужно собрать средства чтобы заплатить этому губернатору он бы в три секунды это сделал а он почитает для себя честью служить этим людям и требует высшего еще суда зная что Бог Духом Святым влечет его и введет его в Рим и не только в Иерусалим поэтому в конце своей жизни он утверждает для молодого поколения служителей стоять в истине если бы апостол Павел дал взятку этому губернатору он перечеркнул бы все что он два года свидетельствовал и проповедовал находясь в вузах и служа этим людям он бы перечеркнул все это в одно мгновение но апостол Павел остается на истине предпочитая стоять на Божьем слове зная что от него ждут он стоит на истине я не знаю я не знаю как каждый из нас поступил бы в подобной ситуации но апостол Павел дал величайший пример того что может быть и неудобно и некомфортно и знаете когда он выступал он был высокообразованным человеком ему говорили ты своей ученостью ты своей образованием своим вот дошел до этого ты вот вот учился учился вот доучился ты своей ученостью вот в это залез все я не против чтобы мы получали самое лучшее образование это хорошо когда ты образован и призван это это идеальный вариант для тебя но у меня вопрос сколько из нас мы были призваны Богом утверждать истину Бог призывал нас на служение как вчера я был на выпускном молодежного года для Иисуса и пастор Слава рассказал случай который напомнил мне случай в моей жизни где-то в девяносто втором году я был в поселке Уральском и оставался ночевать в одной семье там и Бог ночью показал мне видение здесь у нас только начинала церковь это был первый год может быть уже второй год шел и вот в Уральском образовалась церковь мы ездим туда по субботам служим там и я вижу видение я вижу лица людей и кисть руки и слышу голос ты должен взять этих людей открыть библейскую школу научить их и отправлять и открывать церковь я говорю господи они все новообращенные если это ты господь это тебя дай нам возможность открыть библейскую школу я знаете чему был удивлен с тех пор прошло наверное лет 15 или может быть уже около 20 я был на приемной комиссии в библейской школе и заходит сестра и я вижу лицо которое я видел в 92 году я запомнил это лицо когда я видел в видении я видел реальных людей я был весьма смущен Бог показал мне за 15 лет до того как человек пришел в библейскую школу я увидел его в библейской школе пастор слава рассказал вчера историю он говорит сижу студентом в библейской школе а Бог мне показывает что я буду преподавать в библейской школе я говорит в себя пришел отойдет меня сатана если вы послушаете его историю то складывается такое впечатление что он знаете пришел в библейскую школу раньше чем поверил во Христа вот выглядело примерно так он такой сырой христианин такие сам не знает что он в этой библейской школе потому что его брат в этой библейской школе а он сам не знает что он в эту библейской школу пришел а Бог начинает г �fare И Бог показывает ему, что он стоит в библейской школе и учит. А он-то себя знает. И он сам себе говорит, да сатана, отойди от меня, да кто я, учитель в библейской школе, здрасте. И говорит, да я учу в библейской школе. Студенты на меня смотрят, а Бог напомнил мне эту картину, когда я увидел себя, когда я стою и учу в библейской школе. Говорит, и я переживаю Бога, и Дух Святой касается меня. А я, говорит, в смущении. Студенты не могут понять, что происходит со мной. А Бог напомнил мне время, когда Он говорил со мной и показывал мне библейскую школу. Скажите мне, пожалуйста, апостол Павел, вот он шел путем комфорта в своей жизни, или он шел путем истины? Представьте, Бог духом Своим влечет его в Иерусалим. Приходят люди, пророки, и говорят, послушай, в Иерусалиме ты будешь взят, ты будешь арестован, тебя будут бить, на то будут издеваться. У тебя будут там проблемы. Павел, мы любим тебя. Ты великий человек. Пожалуйста, не ходи туда. И они убеждали его. Они просили его. Но Павел не слушает. Он приходит в другое место. В другом месте приходит пророк. Завязывает руки. Говорит, будешь взят, поведут, арестуют. Будешь проходить через большие вызовы. Трудности. Люди, которые видят это, плакать начинают. А он им говорит, что вы смущаете меня? Что вы смущаете меня? Я не только пострадать готов. Я умереть готов. Знаете, когда это происходит? Это когда голос истины Божьего призвания говорит намного громче голоса тех, которые любят тебя. Я помню, когда мы собирались ехать на север сюда. Я понятия не имел, что это за город. Я понятия не имел, что за люди здесь живут. Я понятия не имел. У меня вообще тут ни по папе, ни по маме на линии родственников никаких не было. Мне пришли мои друзья, которые любили меня. Они посадили меня и сказали, послушай, у тебя дети в больнице. У тебя дети в больнице. Они такие слабенькие. Врачи им две недели дали. Ты подумай, куда ты поедешь, куда ты их повезешь. У тебя там есть жилье. Я говорю, нету. А здесь у тебя квартира. У тебя там есть возможность как-то заботиться о семье. Я говорю, нету. А здесь у тебя хорошая работа. Там есть люди, которым ты будешь служить. Я говорю, нету. А здесь есть 60 человек. Людей, которые нуждаются, чтобы у них был пастор. Вот, готова церковь, бери, служи, принимай. И они смущали мое сердце. Они смущали мое сердце. Но голос Бога, Духа Святого, был громче голоса любящих меня. Был громче. На 14 числа будут собеседования. Сколько призванных Богом утверждать истину. Кому Бог показал, когда вы служили, когда вы проповедовали, когда вы шли. Как сегодня после служения подошел ко мне брат со слезами на глазах. Говорит, я помню. Он хорошо имеет работу. Прекрасный брат. Говорит, я не могу забыть. Север. То, что Бог показал мне. Посырял на него. Помолился, сказал. Значит, будешь там, где Бог хочет тебя видеть. Сколько им из нас нужно стать на истину, которая не будет нравиться всем. Когда мы будем основаны не на желании просто, знаете, сострадать. Желании просто обнимать. Сохранять некую, знаете, человечность. Вот в этой человечности, как я говорил, что как мужчины, которые покрывают друг друга. Так мы, друзья, порой покрываем друг друга. Даже так, когда мы не правы. Но когда так, как сказается, вопрос спасения. Вот представляете, мы будем покрывать друг друга. Ну да, нормально, все. Ну да, ну пусть так будет. Ну все хорошо. И предстанем перед тем, которые будут судить живых и мертвых. Нелицеприятным Богом. И окажется, что я, лицеприятный, ввел в заблуждение людей, которые предстали перед нелицеприятным Богом. И он возьмет свое слово и скажет, я люблю тебя. Но мое слово будет судить тебя. Мое слово, которое есть истина. И он начнет говорить, каким я был мужем, каким я был служителем, каким я был христианином. И этот ответ измерит меня. И хорошо, когда у меня было понимание, осознание того, что я был неправ, я все-таки смирился пред Богом и просил Бога о прощении, о милости. Чем я закоренил в своих баснях и пристал пред Богом и пытаюсь убедить Бога в обратном. Вот тогда я буду сильно разочарован. Апостол Павел мог написать, что я веру сохранил, течение совершил и готовился мне винить с литяной. По причине своих глубоких, глубоких, глубоких отношений с Богом, принципов жизни. Поэтому он не дал взятку. Поэтому он предпочтел тюрьму, чтобы просто откупиться. Он знал, что он носитель истины. Если я эту истину начну размывать берега, то истина будет безбрежной, она будет, она перестанет быть истиной. Скольким из нас нам нужно, когда мы служим нашим друзьям, нашим знакомым. Знаете, я иногда наблюдаю, как кто-то дает себе какие-то комментарии уже потом, когда семья, допустим, расстается по каким-то причинам. И как каждый сам себя оправдывает. Хоть возьми попкорн и сиди, просто наслаждайся вот этим кино. Потому что я знаю, какие они есть, я знаю изнутри их проблему, и я смотрю, как они красиво выкручиваются, и каждый объясняет. И сразу есть фанаты. Одни поддерживают одного, другие поддерживают ее, и все друг друга целуют, обнимают. Истина вообще никому не интересна в этом моменте. И ты смотришь и думаешь, а где истина? А где истина? Она не интересна. Почему? Потому что есть мое субъективное мнение. Это моя правда. Которая никакого отношения к истине не имеет. Потому что истина – это не мое мнение. Это же не мнение моего друга. Это Божье Слово, на котором я должен строить свою жизнь. А Божье Слово порой очень нелицеприятное. Мне нравится, знаете, когда мужья такие умные становятся, они все знают. Возьми их. Они вообще Библию не читают, но все, что касается жены, они все наизусть знают. Какая должна быть жена? А когда спросишь, какой он должен быть, то у него есть тысячу причин быть таким, как он есть. А истина, она нелицеприятная. Есть права и есть обязанности у мужа и у жены. И каждый из нас есть регламент отношений, которые Бог заложил в своем слове. Наши семьи разваливаются по причине того, что мы не стоим на истине. Наши отношения часто теряются друг с другом, потому что мы не стоим на истине. Мы обижаемся часто на других, потому что мы не стоим на истине. Мы сегодня ищем, кто бы рассказал нам красивую басню о жизни. Чтобы нам понравилось. Поэтому мы ищем сегодня тех, кто будет нашими фанатами, кто нас будет поддерживать, и они нам очень нравятся. А те, которые нас обличают, мы их удаляем. С телефона, с аккаунта, отовсюду. Мы не хотим их слушать, потому что правда она нам не нужна, или истина нам не нужна. Я хотел бы сегодня обратиться к тем, кому Бог продолжает говорить, как апостолу Павла. Сколько из нас, кому Бог показывал, когда мы стоим где-то и мы проповедуем, когда мы куда-то идем или служим, сколько из нас мы не пришли в то место, где Бог назначил нам место нашего успеха. Пережить успех в своей жизни, это, знаете, это оказаться в том месте, где Бог хочет видеть тебя. Пережить успех, это быть там, где Бог хочет тебя видеть. Вот там ты будешь благословен и успешен. Многие из нас, мы не пришли к нашему успеху жизни, потому что голос любящих нас был громче голоса Духа Святого. Я верю, что мы, то поколение церкви, которое должно оказать великое влияние, Бог говорит, что я от Духа Своего залью на всякую площадь, когда в последнее время, что слава последнего храма будет намного больше, славы первого храма. То есть Бог и зальет сильно и мощно свое слово. Вот представьте, мы живем с вами в такой период, скажем так, нашего поколения, в котором кто бы сейчас из живущих не жил, еще не жил в такое время. Вот во время этой пандемии. Что она породила? Она породила страшную неуверенность в людях. Люди, которые подвержены вирусу ковида, они первое, что они переживают, они переживают полную безнадежность какую-то. Приходит страх, неуверенность. Эта пандемия породила неуверенность в завтрашнем дне. Многие люди, они... Кто-то потерял работу, кто-то потерял родных, кто-то переживает за свое здоровье. У нас есть некоторые братья и сестры, которые, даже когда мы хотели их навестить, они одинокие, то они боятся, чтобы даже к ним кто-то пришел. Они говорят, вот у меня есть там кто-то один, вот он приходит, все, достаточно, больше не надо никого. Вот то, что происходит сейчас, оно породило много вызовов для людей, тревог, переживаний, неуверенности. Вы знаете, кто может только принести мир внутри? Только Бог, Дух Святой. Ни один психолог не успокоит. Сегодня, знаете, говорят, я читал одну статью буквально на днях, что самый большой, как бы, ну, крах, который потерпела индустрия, это психологи, которые не могут успокоить людей. То есть у них есть определенное понимание, как бы, жизни человека, вот его поведение, его отношения, его там, они знают, как утешить человека, когда у него плохо в семье, они знают, как утешить, когда болит что-то, когда кто-то больной, когда там развод, когда еще что-то, там ссоры, они как бы знают. А как успокоить то, как наводнение пришло, все одночасье, у них нет рецепта, они не знают, как успокоить людей во время пандемии. Не будут пытаться, но это не будет работать. Это как, знаете, прийти к матери, которая потеряла ребенка. Вот когда ты стоишь в такой ситуации, а я бывал в таких ситуациях, там твои слова вообще не имеют никакой силы, там бесполезно что-то говорить. Когда у человека горе, ему поможет только Бог, Дух Святой. И когда ты обнимаешь этого человека и начинаешь просто молиться за него, и когда Дух Святой приходит, тогда приходит мир и покой в сердце. А когда ты просто приходишь путем разума, успокоения, ободрения, сострадания, как бы ты ни пытался бы утешить, горе безутешное не можешь помочь. Вот мы сегодня живем в такое время, когда миллионы людей, они находятся в состоянии сильного стресса. Они не знают, что их ждет. И они живут в тревоге сильной. Вот в это время голос истины должен звучать настолько сильно, чтобы нашлось слово и откровение от Господа, такое, чтобы не баснями утешать людей, а истиной Божией, утверждая Царство Божие внутри этих людей. Потому что именно в это время голос Церкви должен возвыситься. Именно в это время должны встать люди, которые принесут истину людям, откроют глаза на жизнь, покажут ценность, что ценность не в хорошей работе даже, даже ценность не в хорошем твоем достатке, даже не в изобилии, которым ты мечтаешь, а ценность здесь в другом, в отношениях с Богом, который дает мир и покой и дает тебе жизнь вечную. И носителями этой истины являемся мы с вами. Поэтому мы должны встать на эту истину, стоять в ней и позволить Богу использовать нас для своей славы. Но многие из нас, мы не вошли в свое призвание, потому что голос любящих нас убедил нас в том, чтобы мы не шли. А я верю, что приходит время, когда голос Духа Святого будет звучать в нашей жизни намного громче, чем голос тех, кто сильно любит нас. Поэтому апостол Павел говорит, что вы смущаете меня? Зачем вы это делаете? Зачем вы сокрушаете мое сердце? Зачем вы плачете, если я не просто готов страдать, я готов умереть? Вот поэтому две трети Нового Завета написаны ним. Поэтому мы сегодня наслаждаемся великим откровением о Боге, Его Слово, понимание, истины, потому что человек посвятил себя Богу полностью. Потом в конце жизни он знает, я пристану перед Отцом Небесным, и у меня будет венец нетленный. И я переживаю Бога в своей жизни. Скольким из нас нужно, может быть, помолиться, и вот 14 числа у нас будут собеседования. Может быть, Бог уже много лет тебя призывал. Может быть, уже много лет Бог говорил с тобой. Может быть, Бог показывал тебя еще 28 лет назад призванным, но ты все еще не вошел в Божье призвание. Хотя ты являешься носителем истины, и Бог хочет использовать тебя. Я уверен, что каждый из нас нуждается в этом. Я уверен, что каждый из нас будет использован Богом. Поэтому я хотел бы, чтобы нас больше было, тех, которые будут утверждать, но не важно, что будут суды. Знаете, у нас один суд со мной закончился, еще не знаем, будет апелляция или нет, наверное, будет, нам нужно будет еще, наверное, ходить в суды. Ничего страшного. Еще есть против церкви дело, еще из церкви должны будут судить. Вы думаете, мы перестанем проповедовать? Мы перестанем свидетельствовать? Мы перестанем утверждать Царство Божие? Нет. Мы будем утверждать Царство Божие. Мы будем свидетельствовать. Мы будем проповедовать. Мы будем продолжать Истину. Почему? Потому что по-другому мы не можем. Бог призвал нас. Бог призвал нас. И когда прошло уже 29 лет, больше, с того времени, как мои друзья убеждали меня и уговаривали меня не идти туда, куда Бог призывал меня, я могу с уверенностью отвечать и говорить, что голос Духа Святого был громче, чем голос друзей. И я вам хочу сказать абсолютно ответственно, что Бог является верным Богом. Было ли непросто? Было очень непросто. Было ли трудно? Было. Наверное, сейчас легче, сейчас тоже по-разному бывает. Но, когда ты идешь с Богом, и ты знаешь, что Он ведет тебя, то ты переживаешь успех в своей жизни. Ты благословен. Ты внутренне благословен. Не важно, что ты чувствуешь, что ты видишь. Другой бы, может быть, уже бросил бы. Что за несправедливость, меня в суд позвали, обиделся бы на всех, взял вещи бы и куда-нибудь переехал. Как многие мечтают, чтобы мы это сделали. Пусть не мечтают, не дождутся. Нас Бог сюда привел, нас Бог отсюда может забрать или увезти. Это Его право. Суверенное право. Но без Него мы пальчиком не пошевелим. Аминь. И я хотел бы, чтобы 14 числа, многие из вас, которым Бог говорил, о голос друзей, любящих вас, может быть, даже откровение, которое они получили, оно было от Бога. Вы знаете, те люди, которые пришли к Павлу, они были абсолютно правы. Бог им истину открыл. Это не то, что Павел сказал. Знаете, не обманывайте меня, не смущайте меня. Ну что вы мне такое сейчас наговорите, я не пойду из-за вас. Он знал. Бог ему прежде открыл. Бог ему еще до его друзей уже открыл, что будет с ним. Но он посвятил себя Богу. Самый опасный на войне, знаете, кто? Посвященный воин. Посвященный воин. Потому что он бесстрашен. Он сражается до конца. Апостол Павел был посвящен Господу. И он знал, что его счет. Но он знал, Господь, мне нужно там быть. Дух Святой явился, ему сказал, Павел, иди, с тобой ничего не сделают. Ты будешь еще стоять там. Ты предстанешь перед этим. Ты будешь говорить тому. Я буду с тобой. Представляете, Бог его в этих обстоятельствах подкреплял. И Бог приходил к нему, и ангелы Божьи являлись ему. В то время, когда другие смущены были. Но написано, когда мы не могли его уговорить, что мы сделали? Мы сказали, да будет воля Господня. Вот с каким из нас нужно, чтобы была воля Господня? Потому что мы живем в то время, когда мы часто хотим реализовать свою волю. Вы знаете, у нас столько есть запросов, что у Бога нету даже столько ответов для нас. Мы столько Бога просим того, что нам вообще не нужно, что Бог смотрит на меня и говорит, Слушай, у меня нету для тебя этого. У меня есть другое для тебя. А проблема, знаете-ка, не так, как твоя воля, а так, как моя Господь воля пусть будет. Поэтому многие из нас, мы не пришли к своему успеху жизни по причине того, что мы исполняли свою волю. Или волю любящих нас, но не волю того, то есть Бог всей нашей жизни. Давайте мы встанем. Знаете, мы сейчас будем молиться. Мне однажды понравилось одно высказывание Рави Захариаса. Он приезжал в одну и ту же гостиницу, и его встречал всегда один и тот же швейцар. И он говорит, мы уже с ним как родственники были. Я его знал, он меня знал, уже мы много о чем всегда поговорили. Я таких тоже людей встречал. Есть такие швейцары, знаете, в гостинице, он тебе дверь откроет, пока тебя до номера проведет, он уже тебе как родственник, знаете. Вот, и вот представляете, Рави Захариас однажды приезжает в гостиницу, а швейцар другой. И он спрашивает у швейцара, а где, называют имя того человека, а где он? А швейцар, который двери открывает, говорит, его здесь нету. И Рави говорит, я тогда понял значение вот этого слова, когда, знаете, сестры пришли к гробу, заглядывают, где гроб, где Иисус, а ангел Господень говорит, его здесь нету. То есть, другими словами, он есть, но не в этом месте. Вот если бы мы поняли, что наша жизнь не заканчивается через 70, 80, 90 или 100 лет, и что если нас не будет здесь, то мы все равно будем в другом месте, мы бы по-другому относились бы к жизни. Нам не хватает вот этого откровения, что вот этот пар, являющийся на короткое время, это время приготовить себя для вечности, пребывая в истине. Вот если бы мы это поняли, мы бы, как апостол Павел бы, все бы стремились бы исполнить волю Божью. Но так как у нас не хватает этого откровения, мы часто пытаемся исполнить свою волю, пытаясь успеть нажиться вот в этот очень короткий период времени, который на самом деле предназначен Богом для другого. Не нажиться, нагрешиться, а исполнить Его волю. Поэтому мы сейчас помолимся. Может быть, Вам Господь напомнил во время этого служения то, как Он с Вами говорил. Может быть, видение, может быть, через пророчество, а может быть, через сон, когда Бог говорил к Тебе. Сколько из нас готовы написать нам на горячую линию сказать «Я тот человек, который Бог призывает, что мне нужно делать? И когда мне быть на занятиях?» Или Вы, которые находитесь в зале, отложите все дела, и 14-го числа придете и скажете «Не как моя воля и воля моих друзей, которые любят меня, родных и близких, а Его воля, да пребудет в моей жизни». И войдете в большее призвание, чтобы утверждать истину. Потому что, послушайте, приходит время, когда истина будет в дефиците. Она уже в дефиците. Нам нужно, чтобы возвысился голос церкви в это время, чтобы утешить многих и привести их к Господу. чтобы достигать недостигнутых, чтобы открывать церковь, проповедовать Евангелие, служить тем, кто нуждается. Отец, вместо мы приходим, Господь, пред лицо Твое. Мы открываем свои жизни для Тебя. Мы просим Тебя, Господи, прости нас, когда Ты призывал нас, говорил нам, посылал нас, и мы не шли. Прости нас за то, что голос тех, кто любит нас, ценит нами, сострадает нам чаще, громче звучит, чем голос Твоей истины. Я молюсь, Господь, чтобы Ты, Боже, оттвердил Своё Царство внутри каждого из нас, и чтобы не происходило в этой жизни, Господь, чтобы мы стояли на Твоей истине, которая приведет нас к вечным обителям, которая приведет нас, Господь, к тому, куда Ты ведешь нас, разделить вечность с Тобой. Я молюсь, Господь, чтобы Ты, Боже, простил нас, Господь, за все, что мы делаем не так, мыслим, говорим, поступаем. Очисти нас и святи нас Собой. Я молюсь, Господь, за тех, кому Ты, Боже, говорил, Господь, и продолжаешь говорить, Господь, призывая их, Господь, быть людьми, которые утвердят Твое Царство на этой земле, Твою истину. Господи, я молюсь, чтобы Твой голос Духа Святого был громче, чем что-либо в этой жизни. Я молюсь, Господь, Дух Святой, Ты призови многих, Господь, чтобы Царство Твое, Господь, наполнилось, Господь, спасенными людьми. Я молюсь, Господь, чтобы Ты, Боже, использовал нас сильно, Господь, чтобы нам не быть людьми лицеприятия, Господь, чтобы мы не льстили, Господь, но чтобы мы стояли на истине, Господь, чтобы мы, Господь, обращались к Слову Твоему, Господь, а не к басням, которые сегодня все больше и больше звучат на этой земле. Боже, сохрани нас в истине своей. Мы уповаем на Тебя и областвляю, Господь, каждого, кто пойдет на собеседование, кто войдет в свое призвание во имя Иисуса Христа, Дух Святой, веди, направляй, используй и прославься во имя Иисуса. Аминь. Я хочу обратиться к тем, кто может быть сегодня впервые в Доме Господнем или кто-то может быть впервые с нами через онлайн. Может быть, вы верите в Иисуса, но никогда не принимали Его своим Господом и Спасителем. Никогда не позволили быть Ему Богом всей своей жизни. Если здесь есть таковы люди, может быть, вы такой человек, поднимите свою руку и дайте мне знать, и мы помолимся за вас. Если есть такой человек, поднимите свою руку и дайте мне знать. Есть кто-то неверующий в зале или нет? Слава Богу, все верующие, все спасенные. Тогда я хочу обратиться к тем, кто с нами через онлайн. Возможно, вы тот человек, которому прислали ссылку, и вы никогда не были на служении, вы никогда не были в церкви, но вы внутренне, вы верите в Бога, но не принимали Иисуса Христа Господом и Спасителем всей своей жизни. Это молитва, которая самая важная, вы ее не произносили в своей жизни. Я хотел бы помочь вам и помолиться вместе с вами. Где бы вы ни были, там, где вы есть, склоните свое сердце пред Господом и повторите славу молитвы вместе со мной. Отец Небесный, мы приходим к Тебе через кровь Сына Твоего, Иисуса Христа. Мы просим Тебя прости все наши грехи и все наши беззакония. С сегодняшнего дня Бог Отец, Ты есть мой Отец, и я есть Твое дитё. Веди меня по жизни, научай меня, наставляй меня. Я уверяю свое настоящее будущее в Твои руки. Тебе слава, Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Если вы помолились такой молитвой, прямо на экране у вас есть сейчас телефон, WhatsApp, Viber или просто по телефону. Позвоните, где бы вы ни были, какой бы вы части мира ни были, свяжитесь с нами. Мы поможем вам найти церковь, иметь общение с братьями и сестрами, чтобы возрастать в вере, укрепляться в Господе и дойти до конца в истине. Пусть Бог блажит вас.